так ребят привет всем кто первый раз и смотрите еще если у вас не свое имя в зуме стоит попросите чтобы вас переименовали там скажите свое имя например huawei пи смарт з я думаю тебя как нибудь по-другому зовут как тебя зовут уже неважно уже так артём привет так то гру как-то имя произносить хорошо супер так смотрите ребят только ты тут первый раз смотреть тебе для занятий понадобится питон то есть если у тебя есть компьютер ты на него можешь питон поставить вот по вот этому видео уроку который я скинул вот поскольку это не первое занятие я тебе еще скину записи занятий там ты увидишь много записей но смотри только те у которых у меня тоже первое занятие у меня тоже первое занятие ну я как раз про себя и говорю только ты тут первый раз получается но ничего страшного видишь ссылки которые я в чат скинул да супер смотри еще еще кое-что сейчас так смотри вот эти ссылки посмотри что которая вторая это там на ю тубе плейлист там записи вообще всех занятий которые были но тебе нужно будет смотреть только те которые в начале hello world они там самом низу находятся там вначале написано hello world 1 hello world 2 и так далее смотри если возникнут трудности там где на сайте школы свободных наук где там мое занятие находится также есть ссылка на чат отдавая эту ссылку тоже скопирую сейчас вот эта ссылка в телеграм ну если у тебя его нет с родительского зайдешь вот и там если будут вопросы напишешь там свой вопрос или проблемы если будет что-то получаться вот так вот действует хорошо думаю хорошо начинай знак согласия так ну что давайте начинать ребят так экран мы видите да да супер да так так и значит на шестом занятии мы смогли сделать ну вы по-моему сделали как раз таки игру гадай число это сейчас я кириллу скину там 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 так мы сделали игру гадай число и значит также мы прошли что такое тудушки и тут мы обозначили чтобы ну я написал чтобы мы добавили попытки будем это делать давайте по моему интересно супер так а циклы мы с вами проходили ну цикл for они проходили наверное не проходили или проходили ребят я не помню а слушайте проходили кстати вот но мы не все прошли почему-то я не знаю почему почему я это забыл почему-то я забыл еще одну классную штуку добавить ну давайте сначала поговорим про цикл а потом добавим попытки хорошо ну чтобы добить вот этот цикл for как вы помните вот этот вот range он получается указывается от какого числа числа до какого у нас будет совершен проход ну то есть если мы это как раз таки i выведем то тогда у нас будет следующее то есть как раз таки все от нуля до десяти ну тут до одиннадцати просто ну последний не берется вот это вы наверное помните также есть параметр шаг его не обязательно указывать так же как и старт старт если только он у вас не какой-то другой но вот если мы укажем 2 то он будет каждое второе число выводить супер это я просто напоминаю также мы прошли то что он также может действовать если вместо range у нас какой-то список допустим будет список ну или какая-нибудь строка допустим как у нас было вот здесь это была строка alf alf мы также по нему можем пройтись for for i in alf вот и также вывести i вот и у нас будет тот же самый результат но с буквами тут вообще не обязательно это может быть строка это может быть любой итерированный объект то есть любой объект у которого есть значение ну то есть который разделен на такие вот разные значения допустим вот так вот сделаем вот то тогда он пройдется по то он у нас пройдется по всем значениям этого списка то же самое с словарями то же самое с там остальными другими то есть массивами то есть строка это тоже по сути массив вот и еще если у нас есть обычный for и есть range то у нас есть в принципе и что-то среднее между ними то есть тот который и итерирует и тот который там ну проходит то есть это enumerate нам также понадобится строка alf вот и тут он выводит и индекс ну ну как индекс и число выводит то есть число прохода номер прохода я не знаю вот как как в range и также само значение выводит то есть for и in enumerate и в этот enumerate мы передаем как раз таки наш массив вот так вот если мы выведем i вот таким образом то у нас как мы видим тут есть и сам range ну то есть от нуля до как раз таки конца строки то есть каждый элемент тут получается пронумерован а также вот эта штука ну надеюсь это понятно ребят да все понятно значит добавляем попытки к нашей игре давайте я скопирую это в новый файл вот это вот так создам новый файл ну поэтому файл lesson lesson 7 супер и так значит значит я также сразу прокомментирую а то я забуду что мы тут вообще делали так делаем попытки супер давайте вообще заглавную букву напишем супер значит давайте думать что нам нужно для попыток то есть то есть нам нужна какая-то скорее всего переменная которая будет как раз таки и хранить наше количество попыток то есть неправильно сказали один раз он прибавил это значение второй раз прибавил значение и каждый раз когда мы ошибаемся цикл он как бы идет вниз и заново начинается то есть каждый цикл каждый проход цикла мы прибавляем к попыткам одно значение то есть давайте создадим переменную trice вот так вот напишу trice изначально равняется нулю то есть каждую иону будет равняться нулю и в начале перед тем как что-то спросить она будет к ней будет прибавляться единичка плюс плюс равно один ну это математический оператор и по сути это является укороченным значением ну следующей записи то есть вообще по идее в питоне обычно пишется вот так вот но разработчики питона ну разработчик питона нам добавил такую возможность чтобы сокращать эту запись до вот такого вида то есть плюс равно один вот так вот ну и значит давайте просто будем выводить пока что ну чтобы действительно понять что это переменная с каждой неуспешной неудачной попыткой она будет увеличиваться почему я пишу tires так и видим номер попытки один ну давайте три вторая попытка видим дальше третья попытка и так далее то есть мы поняли что с каждой неудачной попыткой это переменная увеличивается это можно закомментировать это такое отладочное сообщение для нас но иногда нужно выводить какие-то промежуточные данные чтобы понять вообще если код не работает то почему он не работает итак далее ну давайте добавим переменную max trace ну просто чтобы было удобно ну допустим он должен отгадать пользователь сет давайте с трех попыток у нас такой хардкорчик будет и while true вот это true давайте заменим на ну давайте заменим на while while trace меньше или равно max trace то есть вот так вот давайте сделаем и значит как только мы у нас trace станет больше чем max trace то есть станет больше трех то есть как только оно станет 4 то есть у нас будет четвертая попытка еще поэтому минус равно меньше или равно уберем оставим просто меньше так ну давайте сразу 30 это слишком много значит 20 я выхожу отчет давай давай я отгадал но так не должно быть допустим 10 1 1 и я проиграл программа завершилась осталось вывести сообщение значит пишем здесь else в принципе оно должно работать и значит ты проиграл ну и давайте еще добавим сообщение что это было вообще за число это было число и здесь сейчас фигурные скотки ну то есть это форматированная строка фигурные скотки и секрет секретное число это было секрет так супер давайте проверим значит пишу 1 1 1 и пишет программа ты проиграл это было число 82 то есть вот мы и добавили попытки вот ну и давайте еще в это сообщение от 0 до 100 у тебя есть вот ну и давайте также будем выводить ну тут будет макс у тебя есть три попыток попытки ну это попытки или ок ну типа попытки или попыток посмотрим значит выиграя удаляй число у тебя есть три попытки три попытки вот значит пишем что-то непонятное слишком мало пан пан давайте все-таки уберем это число у тебя есть три ну и давайте тоже немножко еще поменяем чтобы он каждый раз написал это число ой число эту строчку а сделаем немножко по-другому когда программа стартует то тогда она будет здороваться и писать писать она будет следующее привет это игра угадай число у тебя есть ну и все-таки оставим вот это макс макс трасс он плыть так попытки вот и значит тут у нас будет уже следующее угадай число от нуля до десяти и тут мы будем писать у тебя усталось так будем писать так осталось попыток двоеточие и дальше вот так вот и значит будем из макс трасс вычитать трасс ну то есть чтобы узнать сколько попыток нам осталось то есть если у нас сейчас трасс равно одному то у нас ну как бы мы из макс трасс выбираем вычитаем трасс и у нас получается два то есть две попытки у нас действительно осталось ну давайте еще напишем тут бэкслэш n чтобы оно на новую строку переводило и чтобы у нас все не на одной строке писалось так и значит давайте смотрим что у нас получается пусть у нас еще программа здоровается привет это можно вопрос да конечно почему у вас привет это игра угадает число у тебя есть три попытки и тут же осталось попыток две действительно хороший вопрос действительно ну это я думаю можно решить вот так что ну либо смотрите просто прибавлять попытки в конце цикла то есть вот вот здесь вот не в начале цикла а в конце потому что действительно Кирилл у тебя хороший вопрос я что-то даже не подумал про это действительно какой-то с самого начала обман и люди подумают что это какая-то замануха и будут играть и вот у нас игра вот кот из этой превратился из-за вот этой вот странной штуки в вот эту не менее странную штуку но зато она очень красиво лучше работает то есть у нас тут разные сообщения есть попытки у нас тут и у нас тут вообще все лучше это слишком много вот но хотя если ввести буквы то у нас игра ну крашница потому что ну это это в инт перевести никак нельзя то есть буквы нельзя перевести в интеджер и поэтому вылетает такая ошибка но мы в принципе я думаю может на примере какой-нибудь другой штуки пройдем не сегодня конечно вот но попозже пройдем ошибки и исключения вот ну то есть и чтобы у нас ну программа могла игнорировать вот такие ошибки допустим value error конкретно и ну не вылетать и что-то писать если эта ошибка вылетела но не завершать программу вот так что вот так вот вообще этот ход можно и дальше оптимизировать ну то есть его можно немножко поменьше сделать вот теоретически но тогда появляется вопрос зачем в принципе ну не так вполне нормально тут как бы есть думаю читабельно более-менее так 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 это понятно ребят да супер будем разбирать вот этот смешной код хотя даже не знаю ну тут кстати даже эти комментарии есть ну ладно как мы будем в другой раз так я думаю у нас еще в принципе у нас еще времени куча вот можем еще что-то сейчас поделать сейчас придумаю что мы будем проходить так стойте-ка 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 как же мы так не прошли эти циклы фор по-нормальному мы таблицу а мы выводили таблицу умножения нормально то есть нормально вот это я уже испугался так что-то я хотел вам сказать забыл забыл можно пройти супер придумал работа с файлами интересная штука то есть ну конечно каждому свое но штука достаточно интересна мы сейчас научимся при помощи бетона открывать файлы редактировать их и то есть делать с ними какие-то манипуляции то есть это полезно что мы например игру как мы сделаем и у нас же когда программа завершается у нас же все переменные очищаются и когда новое начинается у нас переменные не сохраняются предыдущие вот при помощи вот этой работы с файлами мы можем сохранять как раз таки условно говоря вот эти значения очки свои в файл ну условно говоря сдал такое сохранение небольшое вот значит в питоне есть такая функция open то есть мы можем назвать какую-то переменную и она будет обычно ее называют f в примерах файл равно open и значит дальше что идет в эту функцию идет первым делом в виде строки названия файла допустим first file first file ну и дальше через точку как раз таки указывается его расширение а дальше вторым параметром тут на самом деле очень как-то много прям куча всего но обычно пользуются только двумя то есть первое это название файла с его расширением а второе это режим в котором этот файл открывается и значит давайте посмотрим какие режимы у нас открытие файлов вообще есть так python работа с файлами работа с файлами и значит вот у нас есть R ну режим R открытие на чтение ну это значение по умолчанию то есть если вы этот режим не указали то у вас ну как бы просто он откроется на чтение вы сможете его только читать но запись вы не сможете V это открытие на запись то есть он по сути создает каждый раз когда вы открываете в режиме V он старый файл удаляет а новый создает ну написано что если там файл не существует то он создает новый а если существует то он содержимое удаляет есть открытие на запись если файл не существует то исключение то есть это не как V x – это уже ориентирован на существующие файлы, то есть он не удаляется в режиме. Открытие на дозапись добавляется в конце файла. Открытие в двоичном режиме. Сейчас сам посмотрю, что это. Я, кстати, что-то даже не помню про такой режим. Открытие в текстовом режиме. По сути, read и t – это по сути то же самое. Открытие на чтение записи – это плюсик. Так, супер, значит. Ну, давайте откроем на v, потому что у нас там ничего нет. И, значит, ну, давайте сразу напишем f.close. Ну, просто так принято делать. Если вы поработали с файлом, закрывайте его. Ну, это, конечно, не особо влияет, но это является хорошим тоном. Так, я запустил, значит, программу, и у меня тут создалась прям сразу f.chr мне выдал вот этот файл, файл.txt. То есть у меня ничего нет. Если я сейчас что-то напишу, ну, то есть оно сохранится, я это могу заново там открыть. Оно, видите, сохранено, но если я перезапущу программу, то тогда у меня, ну, как видите, все удалится. Чтобы что-то записать, мы пишем f.brite и, значит, сюда пишем то, что мы хотим записать. So, for instance, this file was create а это ну в общем у нас какая-то есть рандомная строка если мы сейчас откроем этот файл как витя у нас как бы питон все в него записал также есть метод вроде бы вроде бы вроде бы вроде бы ну тут очень много нужно документацию залазить но в общем значит мы его закрыли а теперь давайте откроем его в режиме чтения и значит ну напишем f.read просто вот напишем f.read но это нужно заключать ну выводить как через принт например . read запускаем и мы получаем содержимое файла то есть мы можем в принципе кстати ввести например ноль но этот read он может брать в себя значение то есть ноль один и он так вот то есть одна буква дальше две буквы 10 букв то есть мы можем длину строки редактировать есть также еще read line то есть он уже только полностью строку читает вот но поскольку у нас всего одна строка тут давайте еще добавим вот так вот вот если мы сделаем обычный вид то у нас прочитается сразу весь файл то есть все что внутри есть если реглайн как раз таки сделаем то у нас прочитается только одна линия и мы можем указывать конкретно как то есть первое не можем ладно по сути то же самое read line но он читает конкретно линию но если мы их вызовем несколько подряд то он у нас делает следующее то есть он прочитал одну линию он как бы вот этот вот курсор он смещает он представляет что его смещает то есть если мы вызовем рит один раз точнее четыре раза но на одну букву только чтобы он один символ выводил он выведет как раз и последовательно четыре символа то есть он вот этот курсор перемещает также у него есть методы чтобы ну как методы и функции чтобы как раз таки перемещать также курсор есть также еще диплайнс это как раз таки то чтобы конкретную линию читать ну либо я ошибаюсь я все-таки человек могу ошибаться значит это по-другому работает надо смотреть вот так так же есть и риды был разные по идее у него где-то должно быть метод который вроде бы сик который перемещает на определенную строчку на определенную строку курсор но это также нужно проверять так и значит остальные режимы также можно адрес аж не закомментировано в функции а рекомендуем это я только что скомментировал спасибо так 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 еще что надо сейчас рассказать про более сложные условия давайте я расскажу как про логические операторы я не знаю но допустим у нас с равняется input давайте и допустим она будет нужно будет нам ввести два числа то есть через пробел условно говоря и он их нам сравнить но будет некоторые у нас тут условия то есть нужно будет ввести два числа вот таком формате то есть через пробел а дальше с равно с точка сплит ну то есть мы сделаем сплит и разделим по пробелу метод сплит он но если мы введем вот так вот такую строчку то у нас будет как бы список такое в котором будет один икс и второй икс разделит он вот так вот пополам супер по пробелу но давайте также выведем с чтобы показать вот это как видите если я сейчас еду допустим 102 через пробел то у меня будет вот такой списочек супер и дальше пусть будет какое-нибудь такое условие допустим если мне нужно должно быть следующее ну то есть допустим если если с ну то есть нулевой то есть первый элемент равняется 100 им и мне нужно чтобы первый элемент 100 равнялся а второй элемент двум равнялся то есть у меня должно условия вот так вот сработать то есть я могу вот так вот их в домик написать но домиком это только что придумал такую штуку не уверен как она называется но то есть такую конструкцию сделать допустим с такую конструкцию то есть я ввиду 102 это у меня это походу не сработает так да но так не работает мне нужно чтобы она выводила съезд я могу это написать все в одном условии вообще должен написать потому что по-другому никак не будет и еще я совершил ошибку нужно сравнивать с строкой потому что с у нас это первую очередь строка супер и значит по 100 и 2 он говорит и ес ну то есть домиком в принципе можно писать но лучше использовать следующую конструкцию писать м то есть это будет звучать следующим образом если с равняется если с 0 равняется 100 и с 1 равняется 2 то тогда винт вес то есть это логический оператор и то есть он работает следующим образом допустим у вас есть друг не знаю ну ваня вот и он говорит ну ты ему предлагаешь пойти погулять там пойдем гулять вот он говорит хорошо я пойду гулять но если будет хорошая погода и у меня будет настроение то есть тут у нас должно совпасть два условия но у нас также есть такая штука как or то есть логическая логическая или то есть тут у нас ваня уже не такой проверяльливый и он скажет либо то есть если будет хорошая погода или будет хорошее настроение то тогда пойдем гулять вот то есть если не обязательно чтобы два условия сработало главное чтобы хотя бы одно условие сработало то есть вот так вот то есть and у него есть два параметра or тоже два параметра но также есть такая штука как но то есть это такая штука как не и она по сути меняет да на нет нет надо ну то есть 0 на единицу единицу на ноль то есть допустим 1 но ну вот так вот давайте но print но вот я не знаю сейчас ли это так сработает все плюс плюс работает сейчас что-то введем то ну false потому что любые числа ну допустим true это то есть да это единица true станет false то есть это такая штука которая инвертирует все но в условиях это обычно применяется следующим образом поскольку у нас условия они обычно возвращают либо true либо false то есть тут мы можем сделать and not то есть если то есть пойду гулять если хорошая погода и не плохое настроение то есть и ну или не хорошее настроение то есть если плохое грубо говоря то есть вот и тут у нас возникает следующее давайте смотрим ну допустим с 1 ес 2 а тут ес значит смотрим первое условие чтобы сработало нам нужно чтобы было 100 и 2 то тогда будет ес 1 ну и ес 2 конечно потому что у нас все таки одно из условий срабатывает вот чтобы сработало второе условие как видите много не надо можно две двойки написать чтобы сработало третье нам нужно написать 100 и любое число кроме двойки ну пусть будет 22 и тогда ес 3 тоже сработает ну то есть то есть это такие как логические элементы ну и с ними тоже нужно уметь работать вот это довольно полезная штука вот так вот кстати вот на таких логических вентилях как раз таки работает ваш компьютер ну то есть на двоичной логике тут конечно это не так явно но если хотите могу как раз таки вам показать я люблю вот эту тему с булевой алгеброй это логика все то есть можно на таких вещах and not но они правда немножко по-другому в разных программах выглядят вот можно собрать действительно двоичный калькулятор вот и даже можно собрать конвертер чтобы он там делал наши числа и то есть собрать реально калькулятор прям почти с нуля вот так ну что ребят пойдем на клава гонки ну смотрите вот основная часть закончена вот кому нужно можете идти вот а кто хочет на клава гонки сейчас я скину ссылку или хотите чтобы я эту штуку показал на клава гонки захотите до свидания ребят